Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Коллеги, выражаясь спортивным языком, сегодня это мой второй подход к штанге. И сегодня, если позволите, я расскажу вам о состоянии вопроса, как бы это сказать, непростого, горячего, дискутабельного вопроса в нашей стране о качестве жизни урологического пациента. Почему непростого? Потому что, как высказались уже некоторые наши коллеги, это вещь очень субъективная, на неё ориентироваться не надо. Некоторые вовсе считают, что пациентам не должна отводиться ведущая роль в определении своего собственного качества жизни. И об этом я бы хотел с вами сегодня поговорить. Вы знаете, вообще моё знакомство с этим вопросом началось очень непросто, потому что, когда Дмитрий Юрьевич меня попросил, ну и поручил, можно сказать, заняться этим направлением и развивать его, то я сам лично находился, этим сам меня поверг некое состояние замешательства и растерянности. Я, собственно говоря, не знал, с какой стороны подойти к данному вопросу, и мне помог пример из личной жизни. И вот на слайде вы можете видеть фотографию моего двоюродного дедушки, который был очень добрым, отзывчивым человеком, кроме того, был заслуженным народным артистом Армянской ССР. И особенность в том, что он умер в возрасте 61 года от рака предстательной железы. Умер он, естественно, в то время ни о каком радикальном лечении речи не шло. И, по сути, он умер от осложнений гормонотерапии. Но что я помню ребёнком, это то, что Эдгар Суленович умер в состоянии полного умиротворения. Он абсолютно был всем доволен, потому что, как он считал, что он успел прожить долгую и насыщенную жизнь. И советская медицина сделала для него всё возможное. Ну а рак есть рак, он не лечится. И когда я сравнил с современными нашими пациентами, которые проходят через нашу клинику, в частности, это тот пример пациента, которого я хотел привести в качестве примера, это пациент Ка, бизнесмен, 65 лет. То есть он уже на 4 года старше моего дедушки двоюродного. Занимается парусным спортом пациента, диагностирован рак предстательной железы. Ему выполнена роботоассистированная операция. У него отрицательный хирургический край. Удержание мочи удовлетворительное. Удовлетворительная потенция. Но пациент несколько, ну не то, чтобы сказать, недоволен, но разочарован, что ему пришлось провести 7 дней. 7 дней держали катетер. Ведь он слышал, что есть робот, и робот творит чудеса. И когда я вижу эти два примера и сопоставляю их, я понял одно, что наши пациенты меняются очень сильно. Они меняются очень стремительно и успевают сформировать завышенные требования к нам и к нашим возможностям. Настолько стремительно, что за ними не поспеваем ни мы, ни научно-технический прогресс. И это ставит перед нами вопрос об определении, дефиниции успеха в нашей специальности, успеха в урологии. Вы все прекрасно помните, что на заре развития роботической хирургии и роботической простаты к томии основными критериями, на которые мы опирались с точки зрения успешности проведенной операции, была так называемая трефекта, которая включала потенцию, удержание мочи и онкологические результаты. Через буквально 2-3 года мы уже заговорили о пентафекте. Сюда добавилось отсутствие осложнений и отрицательный негативный хирургический край. Сейчас мы говорим об октофекте, и возникает логический вопрос. Сколько критериев мы должны применять, чтобы всецело и полноценно могли бы описать и определить успешность нашего лечения? И будет ли их, например, так много, что наша фигура превратится и примет форму шара? И с этим вопросом мы обратились к литературе. И вот что ответила нам литература. Литература в первую очередь сказала нам следующее, что все относительно. И в зависимости от того, какие критерии мы применяем, наш успех может варьировать в достаточно широком диапазоне от 77 до 98%. Второе, что более значимо и несколько парадоксально, это то, что хороший результат, это не всегда хороший результат, извините за тавтологию. Что это значит? Это значит, что если вы лечите пациентку от недержания мочи и добились полного удержания мочи, это далеко не значит, что пациентка уйдет от вас счастливая, благодарная и удовлетворенная. И здесь становится очевидным некий скрытый кризис взаимопонимания между нами и пациентами. Ведь если мы, врачи и хирурги, считаем лечение успешным в 85% случаев, то с нами соглашаются только 66% пациентов. И этот низкий уровень соответствия описан во многих исследованиях, и многие авторы говорят о необходимости разработки новых, оптимальных, объективных и всеобъемлющих критерий. И если вы спросите, попросите меня одним словом охарактеризовать посыл моей сегодняшней презентации, я скажу, что, наверное, он уместится в фразу о том, что концепция изменилась. Если в 20 веке мы очень успешно и активно оперировали такими понятиями, как онкологический, анатомический, функциональный результат, это были нашими основными инструментами и точками приложения, то сегодня, на заре 21 века, их все больше и больше вытесняют такие понятия, как удовлетворенность, качество жизни или так называемое PRO, или Patient Reported Outcomes. Что же это такое? Для пущего академизма мне бы хотелось привести дословный перевод, который дан этому термину FDA, PRO это исследование того или иного аспекта жизни пациента, исходящего от самого пациента и не интерпретированное никем. Проблема наших исследований и проблема медицины в целом заключалась в том, что исследования, которые опирались на критерии, основанные на качестве жизни пациента, такие исследования занимали не более 5, доля таких исследований занимала не более 5% от всех исследований на момент, скажем, 1998 года. Если вас заинтересует эта тема, тема качества жизни, то я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с работами вот этого человека. Это Фабио Эффикас, группа которого провела ряд замечательных, блестящих исследований. В частности, группа Фабио Эффикаса показала то, что если мы берем период с 1990 по 2000 год и с 2000 по сегодняшний день, по 2007 год на тот момент, на момент публикации статьи, то доля исследований, которые опираются на критерии, основанные на качестве жизни, увеличилась с 39 до 64%. Ну и, конечно же, на момент 2013 года доля таких исследований плюс исследований такого качества, которые позволяют делать нам, соответственно, извлекать из этих исследований рекомендации, которые мы можем использовать в клинической практике, достигло 20%. Вы, наверное, спросите меня, что такое ПРО и как к нему относиться, что мы с ним можем сделать. По сути, ПРО – это аналог, или можно назвать его синонимом, слово «удовлетворенность». Что такое удовлетворенность? Зададите вы мне вопрос, будете абсолютно правы, потому что мы знаем, что удовлетворенность пациента есть материя очень тонкая, аморфная, темная и, самое важное, что очень и очень субъективная. Удовлетворенность пациента может быть связана с такими вещами, как ремонт в клинике, мягкость диванов, дружелюбность пациентов. И это все правомерно, и с целью большей объективизации этого понятия, и для того, чтобы с ним в конце концов можно было работать, был введен вот такой вот новый, можно сказать, инструмент, как Goal Attainment Scaling, или достижение поставленных целей, изучение которого позволяет оптимизировать взаимодействие с пациентом и выстроить воистину персонифицированный подход. Он впервые был применен в 1960-х годах в психиатрии, и к нам, к урологам, пришел через пациентов с интерстициальным циститом. Если мы выстроим все наши переменные в одну линию, то получим вот такое вот стройное линейное уравнение, где на конце мы имеем удовлетворенность пациентов, которая равна разнице его ожиданий, минус тех целей, которые он перед собой ставил и в конечном итоге достиг. Ну, этому вопросу также был посвящен ряд замечательных совершенно работ, которые провела группа исследователей под председателем, под председательством и руководством Линды Брутбакер. В частности, вот это исследование нам показало, что основными факторами, которые ассоциированы и обуславливают негативную, нехорошую, неудовлетворенность, скажем, пациентов, это чувство неготовности к хирургическому вмешательству, а также нереалистичность целей, которые они ставят перед началом лечения. То есть, вместо того, чтобы ставить цель по устранить тот или иной симптом, например, я хочу удерживать мочу во время смеха или кашля, пациентка говорит некие аморфные, стандартные, аморфные, абстрактные фразы, типа я хочу жить активно, так же, как и раньше, или я хочу так же играть со своими внуками и так далее. И эта же группа исследователей показала, что около трети всех заявленных целей имеют вот такие абстрактные характеристики. Эта же группа уже в другом исследовании доказала другое, что при очень активном, детальном информировании пациентки удается конвертировать 56% вот таких вот целей в абсолютно реалистичные, которые направлены на устранение того или иного симптома. И в двух словах буквально оговорюсь, что уже назрела некая терминология, в частности, ожидания тоже, в свою очередь, разделяются на позитивные и негативные. Позитивные называются цели, называются целями, негативные называются страхами пациента. И здесь я тоже буквально на 2 секунды процитирую одного из исследователей, который сказал, что если мы поймем наиболее значимые вопросы, волнующие пациентов, мы сможем предоставить полноценную и адекватную информацию, советы и лечения для обеспечения максимальной удовлетворенности и минимального разочарования пациентов. И во второй части своего доклада мне бы хотелось очень быстро рассказать, из чего же складывается портфолио или протокол качества жизни. Прежде всего, надо сказать, что любое качество жизни начинается с клинических профилей пациента, то, чем наша клиника активно занимается, как вы сегодня убедились, поскольку до того момента, как мы поймем, кто же наш среднестатистический пациент, это, кстати, принцип пришел к нам из бизнеса, из маркетинга, и назывался он «Портрет среднего клиента», до того, как мы поймем, кто же наш среднестатистический пациент с мочекаменной болезнью, с раком предстательной железы, до того, как мы поймем, откуда он черпает информацию, какой у него уровень образования, как часто он советуется с родственниками, мы, конечно же, мало что сможем сделать для обеспечения его качества жизни. Ну и второе – это детальное изучение качества жизни до операции, до начала лечения. Для этого существуют многочисленные шкалы. Это шкала Корновского, шкала ЭКОК, их бесчисленное множество. Много есть инструментов по определению эмоционального и эмоционального профиля пациента. Много есть утвержденных опросников, направленных на выявление скрытой или латентной депрессии до, скажем, как показано в данном исследовании, нервосберегающей радикальной простатэктомии, которая позволяет выявить скрытую депрессию, которая ответственна за психогенную эректильную дисфункцию уже после операции, которую по ошибке некоторые применимают как следствие оперативного вмешательства. Ну и, конечно же, самое важное – это консультирование. Помните, как показали исследователи Линды Бродбакер, чувство неготовности к хирургическому вмешательству является одним из наиболее негативных факторов, обуславливающих их неудовлетворенность. И здесь наша главная и основная задача – это сформировать у пациента именно чувство ответственного и самостоятельного выбора за тот или иной метод лечения. В этом контексте очень примечательным будет указать результаты этого опроса, который проводился на сайте kidneystoners.org. И здесь на простой вопрос, почему вы выбрали тот или иной метод лечения, подавляющее большинство пациентов ответило, потому что мой врач так сказал, потому что мой врач так посоветовал. Это действительно так. Многие исследования показывают, что пациенты сами крайне неохотно идут на то, чтобы сделать выбор самим. Они предпочитают перекладывать эту ответственность на врачей. И в нашей клинике также было проведено исследование на эту тему. В частности, наше исследование, которое исследовал пациентов, которые выбирали между дистанционной элитотрепсией и уретероскопией, четверть пациентов призналось, что врач в той или иной степени в Москве это происходило повлиял на их выбор. Ну, проще говоря, склонил к тому или иному методу. 35% пациентов заявили о том, что не получили достаточной информации. Про информированность мы уже говорили, и это насущная проблема не только в нашей стране, но и, как показывают данные европейские, каждый третий пациент, получивший лечение по поводу рака предстательной железы, считает неудовлетворен объемом предоставляемой информации. Это наши данные, о которых я уже сегодня говорил. Они тоже красноречиво свидетельствуют об недостаточном информировании. Позвольте на них не останавливаться. И все вышесказанное привело к разработке нового метода. Так называемый метод, decision aid он называется, что означает помощь в принятии решений. И подразумевает исчерпывающее информирование пациента, многоуровневые, многократные консультации до тех пор, пока пациент не сформирует то самое свое ответственное, окончательное, вызревшее и вымученное решение. И надо сказать, что группа Кохрейн даже провела большой анализ применения данного метода, в который включил в себя 34 тысячи пациентов. И данный анализ показал, что действительно применение этого метода по сравнению с контрольной группой позволило повысить информированность пациентов, повысить их восприятие ими хирургических и терапевтических рисков, также снизить чувство недоинформированности и снизить чувство того, что врач в той или иной степени влияет на принятие решений. И говоря об этом, я хочу, чтобы вы понимали, что это не какие-то заоблачные высоты, это даже не будущее, это совершенно настоящее. В частности, американская ассоциация урологов уже выпустила так называемый white paper, на основе которого должны внедряться данные методологии. Ну и, конечно же, все это подразумевает некие приемы или некие инструменты, которые есть у нас в арсенале. Это консультация, существуют определенные различные техники, утвержденные техники, как правильно нужно консультировать пациентов, которые можно изучить. Они все имеют место быть в интернете, выложены в открытом доступе. То, что вы видите на слайде, это две основные техники, применяемые при сообщении пациентов плохих новостей. Кроме того, мультимедийное информированное согласие – это то, что мы делаем сейчас все чаще и чаще, используя наши гаджеты. Это доступное информирование и объяснение пациенту сути заболевания операцией, используя анимации, картинки, различные муляжи. И исследования показывают, что это действительно помогает пациентам усвоить материал и помогает повысить их удовлетворенность. Аудио и видеозапись консультаций тоже может быть эффективным методом, поскольку, как показывают наши исследования, очень существенная доля наших пациентов все-таки после разговора с врачом идет и советуется с родственниками. Естественно, после этого они не могут воспроизвести всего того, что сказал врач, и не могут правильно интерпретировать и повторить их слова. И здесь запись консультаций оказывает очень существенную помощь пациентам и родственникам, которые принимают совместные решения. Обучающие семинары – это практика довольно старая, и она действительно очень эффективная. В данном исследовании показано, что посещение семинаров, например, помогло снизить количество пациентов, которые прерывают свое наблюдение, активное наблюдение по поводу рака предстательной железы и выбирают оперативное лечение с 25 до 11%. Также очень широко применяется в настоящее время группа онлайн-поддержки. Что это такое? По сути, конечно же, это хорошо управляемые, модерируемые форумы пациентские. Поскольку, сколько бы мы ни льстили сами себе в том, что пациенты нам доверяют безгранично и всецело, конечно, пациенты доверяют гораздо больше своим собратьям по несчастью. Они хотят поговорить с людьми, которые уже прошли через это лечение, у которых возникло или не возникло это осложнение, и хотят расспросить человека, как они справляются, как они живут с этим осложнением. И, конечно же, в заключении, буквально последние несколько слайдов, нам предстоит совершенствовать эти методики. В частности, нам предстоит научиться грамотно доносить до пациентов современные тенденции, современные веяния. В частности, то, что качество жизни хирурга, я бы сказал, у его удобства и эргономичность, то, чем он работает, напрямую зависит от, от этого напрямую зависит качество результата и качество, в конечном итоге, качество жизни самого пациента. Например, вот это замечательное, на мой взгляд, исследование, которое показало, что хирурги, оперирующие при помощи роботической техники, все те преимущества, которые дает роботическая техника, это и визуализация, она позволяет уменьшить стресс, повысить эргономику и в конечном итоге повысить просто сухохирургический перформанс человека. И все это нам надо научиться объяснять пациенту, в частности, то, что когда нам будет приятно, то мы так прооперируем, что и пациенту будет приятно. Ну а нам с вами только остается идти вперед, не останавливаясь, и искать жемчужины действительно в этом необъятном океане неизведанной материи, неизведанной терроинкогниты, делать исследований как можно больше, потому что открытых вопросов масса, и по каждому из них можно сделать отдельное, конкретное исследование. Мы очень много делаем в настоящий момент исследований. Они очень охотно принимаются на всевозможные европейские конгрессы. И в конце концов завершить свою презентацию. Я хотел сказать, что нам просто в этом аспекте, как клиницистам, просто нужно помнить наше урологическое библейское правило о том, что мы должны лечить своих пациентов так же, как мы бы хотели, чтобы лечили нас. Спасибо за внимание. Я считаю, что это блестящее выступление. Почему? Потому что касаешься поверхностно все, с чего бы мы ни коснулись, это предмет отдельного, огромного изучения. Понимаете? И если вы думаете, что качество жизни никогда не придет к нам, то это ошибка. Это придет. Так же, как все эти ремонты красивые, которые сегодня, так же, как все эти температурные режимы. И все, все, все. И вообще, знаете, на самом деле, мы должны понять, что в Москве из-под крана течет одна из самых качественных, вообще одна из самых качественных вода в Европе, в Москве, очень высокого качества. Однако все пьют с бутылкой фильтрованную. Вот и все. Вот это надо понимать. Момент очень такой, знаете, поэтому все эти пациенты должны рассматриваться нами именно с этих позиций. И просто нужно изучить этот вопрос один раз навсегда. Займет это совсем немного времени. У Малхосяна это заняло и займет много времени. Почему? Потому что это будет огромная работа, которую мы, естественно, представим на суд всех. Сегодня все диссертационные работы должны пройти интернет-контроль. И я, как член президиума ВАКа, постоянно с этим сталкиваюсь, потому что очень многие работы сегодня подвергаются жесткому контролю. И об этом тоже, на самом деле, как-нибудь нужно будет поговорить. Сейчас перерыв. Большое спасибо. Всех ждем в два часа. Продолжение следует...